Добрый день, уважаемые родители, уважаемые ребята! Меня зовут Виктор Медведев, я руководитель и основатель онлайн-центра подготовки к ЕГЭ и ОГЭ Репетиторская империя. Также я являюсь единственным человеком в России, который 6 раз сдал ЕГЭ на 100 баллов, поэтому я точно знаю, что и как нужно делать для того, чтобы получить нужный результат. Если вы смотрите это видео, наверняка вы стоите перед очень непростым, ответственным и важным выбором. Вы хотите найти человека, который поможет вашему ребенку качественно подготовиться к ОГЭ или ЕГЭ. Наверняка вы хотите, чтобы ваш ребенок получил очень достойное образование и чтобы его подготовка, она сводилась не просто к какому-то натаскиванию или еще чему-то. Вы хотите, чтобы она была качественной, чтобы она была проверенной и чтобы она действительно помогла вашему ребенку достичь тех целей, которые он перед собой ставит. Кроме того, возможно, вы хотите несколько снять с себя эту нагрузку и, может быть, доверить ее профессионалам. И когда я разговариваю с родителями или с ребятами, то я очень часто слышу у них очень много сомнений, очень много опасений, потому что от этого выбора во многом зависят следующие несколько лет жизни. И поэтому здесь важно не ошибиться. Уже тринадцатый год мы помогаем ребятам подготовиться к экзамену. На сегодняшний день мы одна из самых долгоживущих и школ с большой историей. Мы выпустили больше двадцати тысяч ребят, которые прошли наши самые разные проекты, а средний балл наших учеников – 83. И, может быть, вам эти цифры сейчас ни о чем не говорят, но это очень высокие результаты. И если мы анализируем отчеты, которые нам предоставляет специальный институт, Федеральный институт педагогических измерений, то количество ребят, которые относятся к так называемой категории высокобальников, то есть тех, кто сдали ЕГЭ выше 80 баллов, оно по некоторым предметам у нас превосходит более чем в десять раз. То есть от семи до, по-моему, двенадцати раз количество высокобальников среди наших выпускников выше, чем в среднем по России. И это те результаты, которыми по-настоящему хочется гордиться. Но особой гордостью являются результаты, это Эверест, да, в мире ЕГЭ – это наши стобальники. За время нашей работы мы выпустили 555 стобальников, то есть это самый высокий результат, который только возможен. И 555 человек вышли из стен репетиторской империи. И в этом видео я хочу вам помочь принять решение. Я хочу рассказать, как мы готовим ребят, как мы помогаем им достигать их целей и что отличает нас от других компаний, репетиторов, почему нужно сделать свой выбор в пользу репетиторской империи. Но я хочу, чтобы это был обдуманный выбор. Поэтому сначала посмотрите это видео, изучите внимательно то, что я в нем говорю и затем самостоятельно уже примите важное для себя решение. Один из самых частых вопросов, когда я встречаюсь опять же с родителями, с ребятами и обратная связь от наших менеджеров – это в каком формате у вас проходит подготовка. Почему вообще такой вопрос возникает? Потому что в своем большинстве из того, что сейчас наиболее часто встречается на рынке подготовки к ЕГЭ – это формат вебинарной подготовки. Что это значит? Это есть один преподаватель, который ведет в установленное время прямые эфиры или в записи, но один преподаватель и на этих занятиях присутствует 500, 1000, 1500, 2000 человек. А домашние задания проверяет куратор, который сам не так давно сдал ЕГЭ. Этот формат, конечно, имеет место и у него тоже есть свои преимущества, но я с самого начала, основания репетиторской империи, стоял за то, что подготовка должна быть исключительно в формате диалога. Многое менялось, но наш главный формат, наше главное преимущество оставалось неизменным. Мы всегда на занятиях ведем диалог с учеником. Это не сообщение в чате, это непосредственно беседа между профессиональным преподавателем, о чем я расскажу далее, и между самим учеником. И, что еще более важно, тот, кто ведет занятия, тот и проверяет домашние задания ученика. Это сложно сделать, потому что нужно найти не просто одного преподавателя и много кураторов, которые сами сдали ЕГЭ, но это позволяет получать те результаты, о которых я говорил. Потому что, по сути, преподаватель сопровождает вашего ребенка от и до. От момента, когда ребенок был определен в удобную для него группу с удобным временем, с удобным часовым поясом, с удобными днями недели и до момента, когда ребенок вышел из пункта проведения ЕГЭ, его сопровождает преподаватель. Он знает его сильные стороны, он знает его слабые стороны, он знает, где он ошибается и что у него получается хорошо, какие темы ему нужно повторить, а какие темы им уже усвоены. И очень важно, чтобы этот человек, который помогает ученику, чтобы он был настоящим профессионалом. В нашей репетиторской империи выстроена четырехступенчатая сложная система отбора. Во-первых, мы обязательно тестируем уровень знаний каждого преподавателя. Потому что, если вы выберете занятие, например, с частным репетитором, не всегда далеко есть возможность проверить его уровень знаний. Вряд ли вы придете к репетитору и скажете ему, а напиши, пожалуйста, тест ЕГЭ. И только по результатам этого этапа отбора более половины тех, кто претендует на позицию преподавателя репетиторской империи, они уже не допускаются к сотрудничеству с нами. Когда мы идем кому-либо готовиться, к сожалению, самостоятельно такой возможности провести оценку уровня знаний у нас нет. Второе-то, мы проверяем знания критерия. Ведь мало знать теорию, важно знать нюансы, тонкости, критерии, по которым будут оцениваться работы. И мы снова проверяем и отсеиваем тех, кто не владеет критериями ЕГЭ. Третий важный этап, это проведение пробного занятия. Почему? Потому что вы можете классно знать теорию, вы можете классно знать критерии. Но если вы не можете заинтересовать ребенка, если вы не можете замотивировать ребенка, если вы не можете сделать так, чтобы он хотел вас слушать, ему было интересно, то все это на самом деле особо не имеет значения. Поэтому за каждым учеником закреплен репетитор, который прошел тщательный отбор. Те, кто прошел три этапа отбора, они проходят финальное собеседование, по итогам которого мы принимаем окончательное решение. Мы стараемся быть максимально гибким и в этом году мы расширили линейку наших тарифов для того, чтобы каждый ученик мог найти то, что ему по душе. Нас очень часто просили сделать индивидуальный формат, и мы его сделали. Мы сделали уровень light, уровень pro, в общем, самые разные комбинации в зависимости от того, с каким уровнем к нам пришел ученик, какие у него цели, сколько он готов уделять подготовке, хочет ли он поступить на бюджет или на коммерцию. И если вы напишите в нашу группу или в WhatsApp, в общем, куда вам удобно, менеджер обязательно поможет вам выбрать именно тот вариант, который подходит вам и вашему ребенку. Это не какой-то один продукт, который должен быть для всех. Это продукт, который подстраивается под ваши цели, под ваши задачи и под ваши потребности. Наиболее популярным форматом является формат мини-групп. Это формат, который у нас уже существует тринадцатый год, от примерно десяти до примерно пятнадцати-семнадцати человек. И это живая коммуникация посредством зума, скайпа и так далее. То есть это не вебинарный формат, при котором преподаватель, чат и мы не можем отследить, а был ли ученик на этом занятии, а понял ли он тему, а может он вообще во время этого ушел покушать или что-то еще. Здесь ученик всегда на связи, ученик погружен в контекст, погружен в тему того, о чем идет речь. И для многих ребят еще неким стрессом, фактором является, они думают, что нужно включать камеру. Нет, камеру включать не нужно. Нужно иметь хороший микрофон, работающий микрофон для того, чтобы участвовать в так называемых блиц-опросах. Это форма закрепления теории. Потому что самый главный навык, который проверяет ЕГЭ и ОГЭ, это, конечно, вспоминание информации. А мини-группа, она создает среду здоровой конкуренции. И очень сложно в индивидуальном формате два часа быть с преподавателем, отвечать на его вопросы. Поэтому индивидуальные занятия несколько короче. Но за счет групповой динамики результаты очень хорошие. Потому что вы слышите, как отвечают другие, где они допускают ошибки. Вы видите их уровень и темп прогресса. И невольно слабые ученики, они дотягиваются до этого уровня. А сильные, они тащат группу наверх. Поэтому групповой формат, он себя зарекомендовал и показал себя с наилучшей стороны. Все материалы, которые есть в нашем годовом курсе, это дизайнерские презентации. Где продумана цветовая гамма, восприятие. Где тщательно отобрана информация из федерального перечня учебников. В некоторых презентациях у нас прямо на слайдах указано, из какого учебника взять тот или иной материал. Для того, чтобы в случае, если вдруг так случится, что вашу работу несправедливо оценили. Вы знали, на что можно сослаться. И никаких дополнительных учебников, рабочих тетрадей приобретать не нужно. Все уже включено в курс. Также каждому занятию есть домашняя работа. Потому что теория без практики мертва. Теория без практики ничто. Поэтому есть домашняя работа. Как правило, она базируется либо на тех источниках, которые с высокой долей вероятности могут встретиться в ЕГЭ. Это, например, сборники издательства национальное образование. Это демонстрационные варианты ЕГЭ. Открытые варианты ЕГЭ. Скрытый банк заданий. Старый банк заданий. Новый банк заданий. Это материалы государственного вступительного экзамена. И еще источники. Методические рекомендации. Материалы с обучения экспертов. Все это мы собираем на текущий момент. По некоторым предметам у нас одна из самых больших баз заданий среди всех существующих онлайн школ. И именно это позволяет нам достигать таких классных результатов. Мы много времени уделяем и второй части, то есть заданиям с развернутым ответом. И у нас есть специальная практика, которая позволяет довести этот навык практически до автоматизма. Она называется интенсив. Мы сторонники такой теории маленькими шагами к большой цели. И есть специальный инструмент. Он ласково у нас называется тема для Алины. Который позволяет отработать первую часть. То есть мы подходим к ЕГЭ комплексно. Для первой части у нас есть тема для Алины. Для второй части у нас есть интенсивы. И как правило это те задания, которые либо встречались на реальном ЕГЭ, либо вызывают множество затруднений у ребят. То есть мы обновляем наши флагманы, разработчики курсов. Они регулярно обновляют. Но и домашние задания, и интенсивы, и какие-то дополнительные задания они проверяются строго профессиональным преподавателем. Это не куратор, который только сам недавно сдал ЕГЭ. И за, понятно, что небольшую сумму он проверяет. Но сдать ЕГЭ и уметь готовить к ЕГЭ, иметь опыт подготовки, иметь результаты это две совершенно разные вещи. Сдать ЕГЭ не равно уметь научить другого сдать ЕГЭ. Поэтому у нас нет вообще ни одного преподавателя без опыта, без результатов. Это условия, при котором вы даже не можете быть допущены до первого этапа отбора. И еще раз подчеркну, что мы не натаскиваем учеников на ЕГЭ. Мы даем им полную базу знаний, которые независимо от того, в каком формате будет задан вопрос. Если ученик добросовестно относится к материалу, если ученик добросовестно выполняет все задания, он получит свой результат. И, понятно, что у всех разные потребности. Но мы хотим предложить то решение, которое превзойдет ваши ожидания. Чтобы то вложение, которое вы сделаете в обучение своего ребенка, оно окупилось многократно. И вот даже наша миссия звучит, да, репетиторская империя. Ваш результат это наша миссия. То есть то, ради чего создана компания, это для того, чтобы помогать ученикам и их родителям добиваться необходимых результатов. Наверняка все равно в голове много сомнений, много вопросов. Да, но на чем я хочу акцентировать внимание. Первое. Мы предлагаем для некоторых тарифов, которые подразумевают полный комплекс домашних, интенсивов и так далее, гарантию результата. То есть мы уверены в нашем подходе. И если ученик в полном объеме осваивает тот материал, который мы даем, мы гарантируем его результат. Мне кажется, это очень важно. Во-вторых, важно понимать, что инвестиция в подготовку, это инвестиция в будущее. И те сотни тысяч рублей, а иногда даже более, ну это бывает один, два, два с половиной миллиона. Экономия от поступления на бюджетное место, а у нас преимущественно поступает именно на бюджетные места. Да, мы работаем и с теми, кому важно перейти порог, у кого на каких специальностях нет бюджетных мест. Но прежде всего, конечно, это бюджетное место. Экономия сотен тысяч рублей, а иногда даже больше. Потому что если мы берем 6 лет, например, обучения в УЗИ, бакалавриат плюс магистратура. Если стоимость обучения, например, 300 тысяч, это миллион восемьсот. И, конечно, сэкономить такие деньги, это очень и очень значимо. То есть мы гарантируем надежность. У нас есть образовательная лицензия. Это не так уж и просто ее получить. Поэтому результаты наших учеников, посты, которые мы публикуем практически каждый год, посты героев. Можно все это найти в открытом доступе, запросить у менеджеров, прочитать отзывы. У нас есть отзывы, как ребят, которым можно написать. То есть это не просто какие-то придуманные отзывы. Потому что тоже сейчас сложно чему-то доверять. Все можно купить, все можно накрутить. Но можно зайти, можно каждому написать, можно уточнить. Есть отзывы родителей. Потому что можно тоже им написать, не знаю, запросить телефон, созвониться и так далее. Команда сильнейших репетиторов. То есть я вам рассказал, что четыре этапа отбора. Отдельный методист, флагман, который разрабатывает курс. Более того, я практически нигде не говорю эту информацию. Но целый отдел качества, который по чек-листам, по параметрам проверяет то, насколько репетитор ведет занятия в соответствии со стандартом. Ни в каком другом формате подготовки вы не найдете того, чтобы целая команда, ни один, ни два, ни десять человек, они работали на результат. Еще раз подчеркну нашу миссию. Собственная платформа, да, это целая IT-команда, которая работает над тем, чтобы сделать обучение эффективным, интересным, результативным, чтобы все было в одном месте. Чтобы не нужно было докупать каких-то материалов. Чтобы не было, что здесь что-то одно, здесь другое. Платформа, там есть дописи занятий, там есть наши авторские тренажеры, там есть тесты, там есть интенсивы, тема для Алины, возможность развернутой проверки от репетитора. Все проверки хранятся в одном месте, все дедлайны видны. То есть собственная платформа, это очень дорогостоящее решение. Но без этого просто сегодня невозможно. Конечно, для многих важным является вопрос стоимости. И здесь, несмотря на тот объем, колоссальный преимуществ, который мы предоставляем, еще раз говорю, это не история про массовую подготовку. Один преподаватель, 2000 учеников и куратор, который там за 500 рублей в месяц проверяет его работу. Нет, это продукт с настоящими профессионалами, который уже более 13 лет показывает классные результаты. И если мы сравним стоимость часа со стоимостью часа, например, репетитора, у которого нет своей платформы, у которого нет самой большой базы заданий, у которого не всегда обновляются материалы и не работает над ними команда дизайнеров, у которого нет лицензии, возможно, у которого еще много чего можно перечислять. Нет отдела качества, который проверяет его на соответствие всем параметрам. И если вы сравните стоимость часа у нас со стоимостью репетитора, вы будете просто приятно удивлены. Но если вам все равно кажется достаточно сложной суммой, у нас есть гибкая система рассрочек, рассрочек без переплат, поэтому ей тоже можно воспользоваться. Кроме того, чем больше пакетов вы покупаете, тем больше преимуществ и иногда даже каких-то курсов в подарок вы можете получить. Поэтому, опять же, уточняйте у менеджера, какие на текущий момент есть акции, как можно сэкономить, как можно получить какой-то промокод, возможно. Уточняйте это все. Мы всегда стараемся найти наиболее оптимальное решение. Также, возможно, у вас есть какой-то скепсис к онлайн-занятиям. Но ковидный год, 2020 год, показал, что онлайн-занятия – это просто данность. И поверьте, как человек, у которого был и оффлайн-центр, да, причем было несколько оффлайн-центров, я убедился, что онлайн, первое, почему эффективно, если ученик заболел, вы в оффлайн-центре ему запись полноценную не предоставите. Иногда так бывает, ученик заболел, поставили в школе дополнительное занятие, то есть ему придется его дополнительно отрабатывать. Дальше, раскрою бизнес тайну, что любой оффлайн-бизнес – это аренда. Любая аренда – это немалые деньги. И все эти деньги, они входят в стоимость занятия. То есть там также может быть платформа, отдел качества, дизайн и так далее. Но там еще важная статья аренды. И аренда целиком идет в стоимость занятия. Кроме того, время. Самый ценный ресурс, который есть у одиннадцатиклассника – это, конечно же, время. И тратить его 3-4 раза в неделю на дорогу, ну, на мой взгляд, это просто преступление. Поэтому онлайн на текущий момент – это самый эффективный формат подготовки. Еще важный вопрос – это качество обучения. Я вам скажу честно, независимо от того, выберете вы продолжать работу с репетерской империей или нет, постарайтесь проверить уровень квалификации преподавателя, если вы идете к частному репетитору. Спросите, если вы идете в вебинарную школу, кто будет проверять ваши работы? Будет ли это проверять тот же человек, который ведет занятия? Или вести будет один, проверять будет второй, и само занятие будет никак не связано с проверкой домашней работы? Ведь каждое наше занятие начинается с разбора домашних работ и с обсуждения ошибок тех, которые допустили ученики в этой группе. Как их можно улучшить? Какие есть слабые места? Если вы уверены, что не только вести занятия, потому что очень часто в вебинарной школе классная картинка, много регалий, но этот человек, который ведет занятия, причем, как правило, ведет их в определенное время, у нас же более 300 групп, и вы можете подобрать удобные дни, удобное время, и тот, кто будет вести, еще раз подчеркну, он же будет и проверять все работы ваших учеников. Меня сейчас спрашивают тоже, да? Вот, Виктор, подскажите, пожалуйста, обязательно ли готовиться с репетитором? Вот я вам скажу честно, нет, не обязательно. Можно ли подготовиться самостоятельно? Да, можно. Можно ли подготовиться в вебинарной онлайн-школе? Да, можно. Можно ли подготовиться с репетиторской империей? Да, можно. От чего, в чем разница? Разница в одном. Это вопрос вероятности. У нас есть статистика, мы анализируем подробно, мы смотрим статистику по России, мы смотрим статистику по другим центрам, мы смотрим оффлайн статистику и так далее. Это вопрос вероятности. У нас количество, например, высокобальников по истории в среднем на одном и том же уровне по России. это примерно 6-8 процентов. То есть количество ребят, которые переходят в важную планку в 80 плюс баллов и которых в ФИПе называют высокобальниками, если мы берем 100 человек, это в среднем 6-8 человек. У нас количество в районе 70. Бывает 65, бывает 75, ну возьмем в среднем в районе 70. То есть просто вероятность выше в 10 раз. Но и там есть кейсы тех, кто подготовился и сдал на хороший результат самостоятельно. Ну их просто вероятность там, например, 7 процентов. А здесь вы повышаете вероятность до 70 процентов. И задача, которую я формулирую перед нашим центром, перед нашими преподавателями, это одна. Увеличить вероятность результаты, которые соответствуют цели ученика. Все. Чем выше вероятность, тем значит качественная подготовка. И еще раз, я вам прям настоятельно рекомендую не принимать поспешных решений. Посмотрите отзывы, отзывы ребят, видео отзывы. Посмотрите текстовые отзывы, напишите им. Ну и тоже не стоит затягивать с решением, потому что чем ближе учебный год, тем больше придется занятий восстанавливать, тем всегда выше стоимость тех, кто раньше принимает решения, кто принимает решения в день, например, обращения, не всегда, тоже имеет какие-то преимущества. Все это можно узнать у менеджера. Поэтому, я уже сказал, да, что я 6 раз дал ЕГЭ на 100 баллов. Я знаю ЕГЭ все. Я ходил 3 раза на апелляцию. Я учился в Федеральном институте педагогических измерений на эксперта по проверке заданий с развернутым ответом. Я был во всех ролях. И я искренне, искренне считаю, что тот продукт, та компания, да, которая есть сейчас, это компания, которая увеличивает вероятность успешной сдачи будь то ОГЭ, будь то ЕГЭ. Поэтому, если вам это важно, вам важно увеличить вероятность, вам важно обеспечить качественную подготовку с профессионалами, вы можете доверить будущее вашего ребенка нам. И я, как руководитель, как основатель, и как человек, который говорит о том, что у нас есть гарантия, я гарантирую вам, что мы вас точно не подведем. Найдите посты ребят, которые мы публикуем. Это называется посты с героями. Это те как раз ребята, которые преодолели планку 80 плюс баллов. Почитайте эти списки и, возможно, через какой-то промежуток времени, в зависимости от того, в каком вы классе, через год, через два или через три, именно ваш ребенок окажется в этих самых списках. Я бы даже немножко прослезился. Поэтому будем рады видеть вашего ребенка в этом посте. Для многих даже это является такой некой целью, когда они приходят к нам на курсы. Поэтому спасибо вам большое, что посмотрели это видео. И если у вас есть какие-то вопросы, то пишите их в группу, задавайте. Наши менеджеры с удовольствием вам на них ответят. С вами был Виктор Медведев. И помните, что мы работаем на результат.